Здравствуйте, товарищи! Самое время нам продолжить наше цыганское расследование злодеяний Альжбеты Баторовой в игре Легенды о вампирах 2. Значит, что у нас? Пропадают у нас девки в массовых количествах. Это нехорошо, мы это все расследуем. Ну, конкретно ищем какую-то одну леди Агнешку. В общем-то, в прошлом выпуске наша цыганка наварила зелий всяких из мышьяка, говна, земли, волос и прочей треебонии. В результате немного ебнулась, бегала голая и что-то орала. В результате ее в монастырь монах забрал, чтобы типа в себя пришла. Так, поехали в монастыре теперь заниматься своими цыганскими делами. Ключ, ключ, меня не глюч. Ключ от сарая. Это вам не член в рот засовывать. Правильно, пизди все, что лежит. Теперь вы понимаете, какие темные силы действуют здесь, молодой искатель. Здесь вы ничего не сможете предпринять против графини. Она защищена силой не из этого мира и ничто не встанет на ее пути. Кхм-кхм. Какое ужасное ощущение. Я рада, что не все помню. Но боюсь, мне придется выяснить, что же произошло в этом склепе, если я хочу найти Агнешку. Я знаю, что в мире есть больше, чем кажется на первый взгляд. Я нашел уникальное решение, которое принесет человечеству много знаний. Но я не скажу тебе, потому что знаю, ты наблюдаешь за мной. Так, задача вернуться в прошлое и найти склеп. Это, наверное, записка, о которой упомянул Аббат. Я не помню, где нашла ее. Это Анна дала ее мне. Я не уверен, на чайной стороне и не могу ей доверять. Интересно, что монах имел в виду. Сообщение очень непонятное. Возможно, стоит обратить на него особое внимание. Может, он оставил и другие записки в монастыре. Может, может. Почему нет-то, блядь. Почему нет? Рыцарь мечей. Когда момент для переховоров прошел, слова – это пустая трата времени. Поступки и действия говорят громче. Ты так думаешь? Мыло. Нахуя тебе цыганки мыло? Ладно, пойдемте дальше. Здрасте. Вы упомянули, что ищете девушку по имени Агнешка. Я боюсь, что она пострадала так же, как и другие девушки, пришедшие в дом Баторовой. Я помогу, чем смогу. Как и в прошлый раз, кто-то должен положить конец этим темным делам. Я не знаю, какое зелье вы взяли, но вы могли бы найти лекарство в аптеке. Брат Хербелл ушел, но он хранит записи всех своих целебных решений. Вы обязательно найдете что-нибудь полезное. Наверное, брат Хербелл – аптекарь монастыря. Нужно проверить аптеку, может, там есть что-нибудь интересное. Возможно, он знает, как увеличить действие ликера. Это скребок. Нет ни цепи, ни ведра. Я не могу набрать воды. Такие дела. Лопата, друг солдата. Есть что-то странное в этой стене. Я не могу к ней прикоснуться. Надо себя пересилить и смочь. Вроде дело-то не хитрое – прикоснуться к стене. Король кубков. Держитесь так, как будто вы постоянно контролируете ситуацию. Наблюдайте и слушайте. Ваш голос будет самым громким в море мнений. Опять ебучая колода. Так, так, так. У горгульи во рту что-то есть. Осталось пиздить и принесть. Двери заперты. Бывает, бывает. Такое с дверьми бывает, сука. Так, это обратно. В келью. Пойдемте дальше. Сухая глина. Здесь что-то спрятано. Может мне ее намочить? Табасы, как ты обычно делаешь. Почему нет? Заперто. Нет, это ключ от сарая какого-то. Хорошо. Ну, допустим. Это, наверное, комната Аббата. Да хер его знает. Лист зеленый. Снежинка белая. Сердце красное. Рубин. Во-го-го-го. Вот это ты лутанула, цыганка. Все, можно валить домой. Запей нахер на расследование. Больше тебе в жизни ничего не надо будет. Продай как следует. И все. И всё. Да. Так, а где этот сарай, от которого ключ? Это ключ от аптеки ещё какой-то. Ключ от аптеки. Это сарай. Это сарай. Шпагат. Ведро. Серебро. Для того, чтобы взаимодействовать с прошлым, надо обогатить ликёр минувших дней, приедание старины глубокой, наивысшим элементом. Затем необходимо найти три вещи, которые принадлежали человеку, с которым нужно связаться, и сжечь их фосфором. Только тогда этот человек придёт. Что он имел в виду под высоким элементом? Он, должно быть, записал точный рецепт. Также мне нужно найти вещи Анны, иначе я не смогу её вызвать. Три вещи. Похоже, здесь что-то закопано. Это амулет. Я не знаю комбинации. Это потому что дурочка. Так, это аптека. Это аптека. Да ебать. Да ебать. Так, борода. Борода. Нет, это не борода. А где борода, сука? Так, хорошо. Нет, это не борода. Хер пойму. Ладно, давайте по этой руке собирать. Вот борода. Говно, да? Вот так. Хорошо. А, хорошо. Так, книжка. С картинками. Так, вот этот пояс, это внизу. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Нет, не так. Блять. Вот так вот. Говно какое-то, да? Так, а это в смысле не сюда? А, тут ещё есть. Ну, чё не так, блять? Ну? А чё не так? По-моему, идеально собраны, троебонь. Ну, всё, шикардос. Перемещайте полоски, соберите картину. Ну, вы, блять. Объясните мне, чё не так с картиной? А. Вижу. Всё. В этой стене должно быть что-то спрятано. Интересно, эти забавные очки имеют какое-то отношение к этому? Вы нашли полезный предмет. Я нашёл способ взаимодействия с прошлым. Но я забыл, куда положил рецепт. И только я могу его найти. Это дурачок, блять. Так, мне нужно найти этот рецепт. Я только так смогу выяснить, что произошло в доме графини. Это должно быть брат Хербелл. Почему он стоит рядом с этой стеной? И эти очки выглядят уж очень своеобразно. Интересно, не видел ли он... Почто я сделала. Переводчики, блять. Что за пчто? Я понимаю, что у вас любительский перевод. Неофициальный. Но всё равно, блять. Делайте хорошо. Либо не делайте никак. Я так и знал. Рецепт существует, но он где-то спрятан. Как он мог забыть, где я спрятал его? Но неважно. Это не может быть слишком далеко. Он всё своё время проводил в монастыре. Я думаю, что фармацевт использует этот стол, чтобы создавать свои смеси. Я могу использовать его, чтобы сделать что-нибудь ещё. Смеси, блять. Ну, ладно. Швейные булавки. Сверло. Давайте искать. Осень, птицы, колдовство. Так, это колдовство. Это осень. Лук, это что? Лук, блять, это лук. Я понял. Жёлудь, это осень. Блять, да куда? Мне нужно чем-то выкопать это растение. Это что, корень мандрагоры? Или что? Колдовство, короче. Так, клетка, это птица. Это... Это птица. А тут что, рисунок обрезали. Корица, бадьян. То ли мускатный орех, то ли хер пойми что. Так, череп это куда? Череп это никуда. Первый это птица. Орехи это в пустоту. Грибы... О, грибы это осень. Этой куклевуду что-то не хватает. Это колдовство. Так, свеча это в пустоту. Так, это имбирь, не имбирь. Еще в пустоту. Лягушка в пустоту. Так, это... Это птицы какие-то были. Так, колдовство. Это шар. Осень 1. Что у нас? Картохи. Нет, не картохи. Осень, сука, 1. Осень 1. Ага, часть метлы. Замечательно. Да убери ты их в пизду уже. Так, посмотрим. Действия здесь. Могу поспорить, что здесь Аббат создавал свои писания. Заперто. Так, у меня ключей больше нет. Мыло. Оно само как-то в мыло легло. Форма амулета. Так, но все равно не здесь. Пятерка жезлов. Не позволяйте растерянности и смятению завладеть вами. Каждую ссору можно превратить в преимущество и преодолеть все препятствия. На хуй мне эта колода, блин. Так, убери в пизду это все. Так, здесь смочить. У меня воды нет. Непонятно. Непонятно. Так, тут действие какое-то осталось. Хер знаю какое. Ладно, потом разберемся. Давайте сюда. Так, ты что-нибудь скажешь? Нет, ты ничего не скажешь. Так, ведро. Нет. Стакан. Может попробовать что-нибудь другое? Может ты ебало завалишь свое цыганское? Давай я буду думать, а ты делать. Так, это про эту стену было. Брат Хервелл увлекается кодами. У меня в келье есть пластина с декодером, но я запер ее в шкаф и потерял свой ключ. Помогите найти ключ, и она ваша. Золотая монета, зажженная свеча. Я нашла рецепт для усиления ликера, но, к сожалению, он зашифрован. К счастью, Аббата есть пластина, чтобы его расшифровать. Он сказал, что хранит ее в шкафу, в своей комнате. Мне просто нужно найти ключ от него. Да. Так, ебанем-ка мы чайку. Раз такое дело. У горгули во рту что-то так, миночку. У меня аж эти елики остались. Фазировка, телекинез. Ликер минувших дней, предание старины глубокой. Так, тут телекинез нужен. Давай, мать ебани. Наркоманка, ебаная. Пять амулетов должны использоваться вместе с солью и мелом для защитного круга от другого алхимика, соблюдая договор. Если противостоящий алхимик из прошлого сумеет преодолеть защитный круг, он может завладеть телом пользователя зелья и жить в этом образе вечно. Амулет. Это, наверное, план Анны с самого начала. Она хочет завладеть мною. Я должна создать защитный круг, прежде чем вызвать ее. Иначе она может добиться успеха. По крайней мере, теперь я знаю, что не могу ей доверять. Такие дела. Такие дела. Дела такие. Давайте сюда. Там что-то есть, но отверстие слишком малое и не достану. Так она, по-моему, в таких случаях раньше фазировкой пользовалась. Какой, блядь, фазировка? Что за фазировкой? Может попробовать что-нибудь другое? Вон телекинез. Давай, мать. Еще один амулет. Любому, кто захочет продолжить, необходимо сделать последний согласно алхимическому порядку. Страшно использовать собственные формулы. Изменение прошлого – это ужасное предприятие, и не хватает смелости делать это. Взаимодействие с прошлым – это действительно опасное дело, но у меня нет выбора. Мне нужно найти все ингредиенты для последнего амулета. Остальные должны быть спрятаны по всей территории монастыря. Но где? Так, а мы три нашли. А ну вот для четвертого она в мыле пропидорила. Парпидорила. Правильно? Правильно, блядь. Так. Хлебнуть чайку, посмотреть где тут что. Так, мы тут не закончили. Мы тут не закончили. Так, ну у нас по сути вот здесь нужно чем-то намочить. Мне намочить нечем. Пустой стакан, пиздишь. Стакан с воздухом. Нахуй я себе пустой, блядь. Ты дура. Так, и вот здесь. Здесь нужно чем-то открыть. А мне открыть, судя по всему, нечем. Если ты только сверлом не можешь справиться. А ты сверлом не можешь справиться. Ага. А-а-а. Так, а что расшифровывать? Код от мастерской. Нет, не то. Это что, блядь, за бутылки какие-то? Троебони? Непонятно. А что расшифровывать? Блядь, собрала всю хуйню. Инструкция. Это что за инструкция, блядь? Непонятно. Непо-ня-тно. А, ну все, тут действие пропало. Ладно. Дайте сюда. Я думаю, что фармацевт. Ты думаешь, что фармацевт? Ты думаешь, что фармацевт? Железо-серебро. В смысле? А, ну это рецепт до амулета. Ну, ты дура, блядь. Ты хочешь на вот этом члене, блядь, с пипкой растопить железо с серебром? Ты осознаешь вообще температуру плавления железа и серебра? Ни хера на такой штуке не растопишь. Именно поэтому в кузнице используют меха, чтобы нагнетать воздух и повысить температуру. Потому что на обычном костре даже ты железо не растопишь. Из железной руды ты железо не получишь на обычном костре. Нужны меха, которые повышают температуру. Но серебро подавно. Ну, если расплавленный сплав серебра с железом ты выльешь на мыло, ты представляешь, что с ним будет? Ты дура, блядь. Кто это придумал? Какой долбоёб это всё придумал? О, пиздец я, блядь. Зла не хватает. Мне не хватает некоторых ингредиентов. Серебро. Да, конечно, серебро так расплавилось у тебя, да. Сейчас, блядь, прям взяло и оъебло в жидкое состояние. Вот как вижу это, блядь. На вот этой вот хуйне, да. Залезь в Википедию, посмотри температуру плавления серебра. Так, на всякий случай, блядь. Вдруг у тебя сомнения есть, что оно растает. Так, ладно, тем не менее. Материться на этих долбоёбов можно вечно, но нам нужно железо. Так, рубин. Рубин мы где-то лутанули. Форма есть. То есть осталось, по сути, только железо. Только железо. Да. Так, вот этой хуйни тень нельзя. Чем тень и железо? Ведро, нахуй. Хотя ведро вряд ли железное. Хуй знаю, вон чё, какой-нибудь латунь ебучий. Или чё там у вас, свинец, блядь. Из чего вы там тогда ведра делали? Ну, вряд ли из железа. Слишком дорого. Ага. Семёрка монет. Послушайте своё сердце. Вы можете обнаружить, что ваши цели изменились. Может быть, пора изменить свой путь. Может, пора нахуй пойти с ими картами. Так, минуточку. А тут вот лежит какой-то брусок. Непонятный. А тут не лежит брусок. Непонятный. Ёп твою мать. Так, а действие здесь. Ладно, давайте хлебнём чайку. Чайку хлебнём, сука. Так, может, тут просто выложить этот раебонь можно. Ну, допустим, выложил. Всё. Это было действие. Так, действий нету. Это чём и значит? А мы сейчас где? А где мы, блядь? А, всё вижу. Мы вот здесь. Сад монастыря. Так, а хера мне он показывал, что мы в саду, когда мы не были ни хера в саду. Ладно, сад. Короче, тут что-то есть. Я не знаю комбинации. Так, минуточку это. Мастерская открывается. 3.15. Да ёп твою мать. Хорошо. Мастерская. Может попробовать что-нибудь другое? Может ты ебало заткнёшь уже. Так, железо. Понятно. Тут чё-то отпилить можно будет. Цепь это на колодец с ведром. Я понял. Здесь слишком грязно и я не вижу, есть ли что-нибудь внутри. Нужно это почистить. Да я вижу, вон амулет четвёртый лежит. И пятый мы сейчас делаем. У нас всё есть. Так, поехали. Части дрели не хватает. У меня есть сверло. Ручная дрель. Пиздатая, кстати. Это чё? Это чё будет? Молоток, ножницы, пружина. Хер понятно. Нужно вытащить эти гвоздя. Понятно. Так, убери это нахуй. Так, моль. Инициалы. Голова молотка. Это молоток. Так, пружина. Это волчок. Это прищепка. Клубок ниток. Это кисть. Перо. Линейка. Отвёртка. Отвёртка. Ключ от ящика. Хорошо. Так, действий много. Так, чё тут можно отпилить? Лопату можно отпилить. Палка. Так, это мы этому метлу соберём. Я понял. Да хорош. Всё, собрал я метлу. А, это не всё ещё, да? Всё. Так, метла, я понял. Это здесь. Четвёртому лет. Хорошо. Тут не всё. Тут не всё. Можь, воды набрать прямо отсюда. Нахуй, у тебя колодец или в стакан. Нет. Нет. А, вижу карту, да. Пятёрка кубков. Следите за своими действиями или столкнётесь с нежелательными последствиями. Следуйте по пути своих эмоций. Так, ну, карты это не действия. Карты, они на сюжет не влияют. Я так помню, никак. Так, либо я что-то пропустил. Тут взять надо. Но я ничего не вижу. А навестись можно только сюда. Нужно разжечь огонь, чтобы повысить температуру. Но это угли. Вот кидай доску. Ну, какой в этом смысл? Свечкой, блядь, на угли. По-моему, углям от твоей свечки ни холода, ни жарко, блядь. Мне нужно что-то, чтобы расплавить золото. В ведре. Хуй знаю. Так, тут всё. Значит, расплавить пока не в чем. Так, давайте в аптеку. Смотрим, чё тут. Чё у нас тут? Тут у нас чё, блядь? Чё тут? Чё, чё тут? А, тут можно всё. Я понял. Хорошо. Тут мылу пизда однозначно было бы. Всё, пятый амулет. В аптеке всё. Идём в келью аббата. Тут у нас чё? Тут вот этот рыба непонятная. А, ключик. Да ебать. Найдите совпадающие пары ингредиентов. Остальные откроют секретный рецепт. Так, ёлка в виде пизды. Пузырёк. Ёлка в виде ёлки, блядь. Другой пузырёк. Паутина. Ёлка в виде, блядь, небритой пизды. Ёлка в виде лишайной пизды. Так, это букет ебучий. Это ещё ёлка. Блядь. Так, где была небритая пизда? Тут. Это просто пизда. Это тут. Это не тут. Блядь. Нет. Да ёб твою мать. Так, пузырёк. Это здесь. Такая ёлка. Это здесь. Так, кубок. Кубок тут где-то был. Вот он. Паутина. И так, лишайная пизда. Это здесь. Зелье золотые дни, сука. Так и живём. То же самое, да? Кора. Пузырь. Пизда вообще запущенная. Так, это... Нет, это другой пузырь. Так, это... Так, это странная пизда. Это ещё пузырь. Волосы. Так, вот такая троебонь была. Так, это запущенная пизда. Нет. Нет. А где это? Где? Вот здесь. Так, пузырь. Так, это ещё пизда. Это кора. Это чашка. Так, вот такая пизда. Нет. Да, вот здесь. Волосы. Вот так вот, хорошо. Хорошо, хорошо. Создать зелье золотые дни. А не понял, а что там? Давайте вернёмся к себе. Золотые дни. Ликёр минувших дней. Предание старины глубокой и жидкой золота. А жидкого золота нет. Возвращаемся. Вернуться в прошлое, войти в склеп, найти ингредиенты для вызова Анны, вызвать Анну и противостоять ей. Создать зелье золотые дни, оставляю себе и войти в склеп. Понятно. Так, вот здесь двор. Мне нужен только стакан воды. Да набрала бы там стакан, дура. Там была где-то, типа, где огонь мы зажигали, там был чан с водой. Чё тебе надо? Во, дура. Так, сюда. Тут намочить. Теперь я могу взять немного глины. Возьми. Глиняная чаша. Мастерская. Вот здесь-то не могла воды зачерпнуть, дурочка. Теперь я могу создать зелье золотые дни и посмотреть, что случилось в этом доме. Жидкое золото. Так, идём все в табор ебучий. Так, и чё там? Ликёр минувших дней. Предание старины глубокой. Так, я тут вроде помню, как это всё замешивать. А ну да, хули. Мышьяк ты уже с навозом пила. Даже, блядь, с паутиной и прочим дерьмом. Чё бы ещё жидкого золота не ебануть. Но почему нет-то, блядь, действительно? Организм-то крепкий. Если, блядь, мышьяк пережил вместе с говном. Так. Чё где кто хуй его знает, да? Хуй знает, где, где что. Готово. Теперь могу идти в дом Батори и встретиться лицом к лицу с Анной. Надеюсь, я буду достаточно сильна, чтобы сопротивляться ей. Так, давайте... Давайте тогда в дом. Вот этот дом Батори. А, ну сразу сюда. Ебошь, мать. Хуяк. Наконец-то. Так, чё-то там было написано, я упустил. Так, это мы уже в прошлом, или чё? Мне придётся поискать ключ, чтобы открыть её. Хорошо. Пульверизатор. Здесь чё-то не хватает. По-моему, здесь всё нормально. Чё тебе, цыганка, не хватает? Костра с лошадьми. И говном, конечно же. Заперто. К счастью, думаю, что мне не надо будет больше идти туда. Ты меньше думай, соображай больше. Колесо орудия. Ключ от ящика. Ну, вот ящик, вот ключ. Чё тебе, дура, не нравится? О, дура. Ладно, давайте сюда. Слишком высоко я не достану. Так, телекинез. Ебанико, мать. Тебе хуже не будет уже. Уже похеру. Да ёптвою. Так, верстаем холст. Бля, не то. Не, говно, да? Не, говно, да? Во. Не, не то. Не то. Чё-то не то. Во! Во! Так, оттуда где кусок руки? Я куска руки не чувствую. Можешь, блядь, потому что его нет. Ладно, предположим, это левая крайняя граница. Так, давайте по флагам теперь собирать. Так, красная тряпка, зелёная тряпка. Так, и белая тряпка. Наверное, вот так. Хорошо. Так, начало рисунка. Красавчики. Это муж графини на полюбое. Интересно, эти гербы на флагах имеют какое-нибудь значение? Хуй его знает. Дайте запомним на всякий случай. Так, василёк в виде члена. Два ключа. И жопа. Хорошо. Так, и меч лутанули. Похоже, с этим гобеленом что-то есть. Руби, мать. Чтобы разрезать гобелен, мне нужно что-нибудь поменьше. Ты дура. Так, кочергу не лутаешь. Не нужно чем-то потушить огонь. Пульверизатор нахуй, нет? Ну, нет, так нет. Она заперта, но я не думаю, что найду там что-нибудь интересное. Блядь, цыганка, меньше думай, сука, бесишь. Ладно, давайте пойдём сюда сходим. Задача выполнена. Вернуться в прошлое, найти склеп. Так, минуточку. А здесь карта какая-нибудь спрятана. Карта, блядь. Карта. А то раз уж я начал эти карты ебучие собирать, так почему бы нет? Так, я карты не чувствую. Так, а здесь. Так, и здесь что-то нет. Вернее, может и есть, а я её не вижу. Такое бывает. Может, карта, она как суслик. Я её не вижу, но она есть. Ладно, хер с ней. Всё-таки не за картами мы сюда пришли. Статуя что-то держит, но я не смогу дотянуться. Телекинез. Ебошь, мать. Если бы я смогла взять эту чашу, то могла бы использовать её, чтобы вызвать Анну. Ну, берь, и в чём проблема. Не берёт. А вот карту вижу. Восьмёрка кубков. Сосредоточьтесь на достижениях, которых вы достигли до начала следующего путешествия. Это нож. Более того, это, сука, маленький нож. Воды нет, фонтан не работает, и часть его разрушена. Да и хуй с ним. Эти гербы мне знакомы. Так, в ком-то порядке мы запоминали. Так, это член, ключи и жопа. Да. Так, это мел. Пойдёмте дальше. Хуя. Это хорошее место, чтобы встретиться с Анной, но для начала мне будут нужны мел и немного соли для круга. Так, у меня есть мел, минуточку. Ебать. Хорошо. Хорошо. Шарф Анны. Ебать. Их там не было, аж карты. Паш Мечей. Будьте разумны, знайте разницу между фантазией и реальностью, и вы будете всё видеть с великолепной и ясностью. Так, это карта была. Декоративный ключ. Каменный глаз. Карту вижу сразу. Рыцарь Жезлов. Смело, энергичная и безудержная душа пересечёт ваш путь. Следуйте за ней, куда бы она вас не повела. Мне нужно найти способ открыть его. Молоток из убила. Ну, открывай. Вот дура. Кажется, этот рыцарь потерял свой меч. Внутри что-то есть, но пространство слишком узкое, руками не вытащить. Так, ну это вот зелёная троебольная нам намекает на что-то. Что нужно зелёной фазировку ебануть. Давай, мать. Не подведи. Это книга Анны. Да. Некоторые части пропали. Кажется, этот камень бахат фосфором. Ложка бы мне пригодилась. У меня есть ложка. У меня нет ложки. Так, я отсюда тут был. Так, дальше пойдёмте. Так, ласта отсюда. Не хватает ещё ведра. Блядь, где ведро? Ведро, сука. Я ведра не чувствую. А, я его там в колодце набирал. И оно пропало. Ладно. Ну ты вандал, блядь, цыганка. Нихуя, да? А чё ты говорила, что с помощью чаши ритуал можешь провести? Не нужно чем-то зажечь вещи. Ладно, хуй с тобой. Давайте посмотрим, где чё есть. Да везде здесь всё есть. Семейная часовня. Пизданём свечку. Нихуя, да? Всё-таки нет. Так, здесь пропало. Хорошо, давайте сюда. Чем-то потушить огонь. Потушить мне нечем. Только поссать могу предложить. А вот здесь декоративный ключ. Давайте искать. Грызун. Война. Плохая примета. Так, плохая. Это грызун. 13. Плохая примета. Что делать, если говорят о зеркалах, о невезении? Не знаю. Бухать. Это грызун. Белый флаг. Это война. Это грызун. Это война. И это война. Здесь что-то не хватает. Всё, война закончилась. Кот. Кот это плохая. Чёрный кот плохая примета, да? Ещё плохая примета. Сыр это грызун. Так, чё у нас из плохих примет? Не знаю. В общем-то ничего. Я в плохих приметах не силён. Рассыпанная соль. Ну, хорошо. Так, ложка. Ложка это там, где фосфор ей нужен был. Она просила ложку. Это дурочка. Вот здесь. Пузырёк откуда-то взяла. Фосфор, блядь. Ой, пиздец. Алхимические познания создателей игры меня поражают просто. Просто я в ахуе. Столовая. А тут я разрезать надо было чем поменьше. Ну, чё, нож-тень тоже не подходит? Подходит. Это кольцо Анны. Так, кольцо Анны, книга Анны. И шарф Анны. Вот три предмета есть. Там говорилось, что нужно три вещи от той пизды, которую мы хотим. Короче, которую мы хотим. Зелье превращения. Кокон моли, блядь. Тимьян, розмарин, шалфей. Ну, можно набрать до хера коконов моли. Это как приправу и пожарить всё. И превратимся мы во что-нибудь после этого. Зелье превращения. Во чё мы превратимся? А, надо взять, да. Мы превратимся в Варри Вульфа. И всех опиздюлим. Так, вот здесь главный зал. Поехали. Это чё? Это куда, блядь? Непонятно. Так, это хуй знает, куда нажал. Отсюда. Так, член. Это член? Да, это член. Так, бабочка. Платочек какой-то. Нет, это не он. Платочек. Так, вот это непонятно. Это рейбонь. Заяц. Ну, ладно. Кусок зайца это был. У флакона нет пульверизатора. Я вас понял. Так, осталось перо. Это перо, это перо. Кольцо. Кольцо анально-вагинальное. На сиську куда угодно. Хоть в нос засовываю. Кольцо универсальное, блядь. Здесь что-то не хватает. Я понял. Вас понял. Ага, вот и ведро. И мешочек соли. Во. Поехали. Так. Здесь нужно было ведро. Наблевал. Ведро с водой. Где наш ебаный ритуал? Так, с солью. Так, ну что, чаша пойдет уже? Нет нам? Чаша не идет. Фосфор не идет. Фосфор не идет. Вещи не идут. Я что-то, блядь, упустил. Да не действие здесь. Чаша не становится. Сначала мне... Че она говорит? Сначала мне нужно будет мел и немного соли. Но я начертил все. Давай, вот три вещи раскладывай. Свечу. Этого с фосфором. Не работает. Ладно, допустим. Допустим, я что-то не понял. Давайте здесь разбираться. Здесь мы потушим. Это часть мозаики. Мозаики часть, блядь. Часть мозаики, мозаики часть. А где была эта мозаика? Я, по-моему, такую где-то видел. Так, что тут может быть? А, так. Тут порядок, походу, важен. Так, амулеты расставили. Во, и чаша стала. Так, фосфор. Сжигаем все нахер. Я обманул смерть, завладев тобой, сучка. Выберите пузыри, чтобы переместить их в круги. Расположите их таким образом, чтобы получился рассказ. Так, пиздюк родился, пиздюк вырос, пиздюк женился. Пиздюк омер. Все умирают, в конце концов. Тогда хули ты тут делаешь? Девушки в любом случае умрут. Тут уже нихера не изменить. Так, тут что происходит? Так, кто-то в ахуе, что-то увидев. Так, кто-то кого-то убивает. Так, она что-то увидела, ее потом убили. Ее убили. Не понял. Так, вот эти фиолетовые говорят о том, что неправильно стоят. Так, то есть, блядь, сначала кто-то пытается кого-то убить. Потом... Потом кто-то вмешивается. И чуть-чуть я вот эту историю не понял. Я могу их спасти. Графиня слишком сильная. А то есть, там, наверное, было, что она, типа, вмешивается в убийство. Так, тут корона... Это в конце, наверное, будет, да. Корона осталась одна. Так, тут что происходит? Так, король говорит, ты пидорас. Это в начале. Потом пидораса вешают. Потом прибегает толпа, и короля пиздюляют. Но даже короли сдаются. Я боюсь. Так, тут какой-то хуй подходит к двери. Смотрит глазом. Потом двумя, потом входит в дверь. Мужество смотрит в лицо своим страхом. Это такая была охуенная история. Ты пизда тупая! Вы все огребете сейчас. На, блядь! Так, мы зато поняли, как померла-то цыганская пизда, которую мы в начале прохождения видели в предыдущем выпуске еще. Так, у нас часть мозаики. Так, минуточку. У нас, блядь, а вторая где часть мозаики? Так, и зелий телекинеза-то что проебало? Зачем? Зачем ты это сделала? Так, что произошло? Найти Агнешку. Одно задание. Это Ференс мужа графини. Она вернула ее к жизни с помощью какого-то ебаного ритуала. Она создала из него чудиша. Анна противостояла ей и заплатила за это своей жизнью. Она не была святой, но даже она поняла, что то, что делает графиня, против законов природы. Такая вот хуйня. Так, что у нас осталось? Мозаика. Выберите и перетащите части, чтобы собрать изображение. Ебать. 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 Так, ну допустим, вот так вот жирно голову в центр. Тихо. Она прилипла. Ага, прилипла. Это вот так вот. А, 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 ну все. Мы зацепились за что-то. А, а. А, а. А, а. Мы красавчики. Склэп. Нужно показать это Аббаду. Он, конечно, должен знать на каком это языке. А я должен вернуться в главный зал и попытаться найти выход из этого ебаного дома. На каком это языке. Какого хуя? Что ты тут делаешь? Я вызываю охрану. Вы никогда больше не сделаете ничего подобного или будете отвечать. Мы знаем, что произошло в склепе. Еще, блядь, слово пиздюк. И я позову охранника, и он позаботится о том, чтобы сегодня ты съел свой последний обед. Хуесос. Вы описываете действительно ужасные вещи. Мы точно знаем, что леди Агнешка не была одной из погибших девушек. Но мы все еще не знаем, что же все-таки произошло. Этот фрагмент текста, что вы нашли на древнем языке, которого я не знаю. Вы должны пойти в библиотеку и посмотреть, сможете ли вы перевести его. Это даст вам ясную картину того, что же произошло на самом деле. Кстати, хотел спросить, блядь, а ты, цыганка, вообще читать-то откуда научилась? Это в своем таборе с лошадьми и говном? Я ни за что не поверю, что цыганка там бы умела читать, блядь. И вообще, кто-нибудь не из высшего общества. Что-то подсказывает мне, что этот фрагмент текста с секретом. Я сделаю так, как предложил Аббат и пойду в библиотеку. Есть ли способ открыть для себя его смысл, я, безусловно, найду ответы там. Безусловно. Безусловно. Так, там как-то на египетском было. Что-то где-то, кто-то, куда-то. Дайте смотреть. Задача здесь. Так, ведро, не ведро. Так, я не помню, мы вернулись в настоящее. Наверное, да, мы вернулись в настоящее. Перевести текст. Хорошо. Шестерня. Эти бутылки в полной беспорядке. Я расставлю их правильно. Рислинг. Это белое вино. 1431 года. Ебать. Да поставь, блядь, что такое? Что за хуйня, блядь? У меня курсор пропал. Пустая бутылка. Какой-то огрызок от бутылки. Янтарь. Симпатичный витраж, но он слишком высоко, его не достать. Взяли фазировки. Нет. Нет, 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 нет. Давайте поиск. Лаванда. Горшок, блядь. Горшок, блядь, блядь, горшок. Не хватает драгоценного камня. Это была реликвия. Это был всадник. Это лаванда. Это ангел. Ключ не нужен. Так, это, сука, рак. Да. Это кролик, да? Это очень странный компас. Так, колокольчик. Колокольчик, блядь. А вот он. Так, четки. Четко, чечетко. Ну-ка. Ключ от библиотеки. Хорошо. Так, давайте сюда. Брезент. Молотком можно что-нибудь разбить. Давай, расхуярь это все. Зачем? Вопрос. Зачем ты это сделала, женщина? Какой в этом смысл? Похоже, это открывается, но как? Да хуй его знает. Поддень стеклом. Не знаю. Мне нужен инструмент, чтобы удалить болты. Так, у меня нет ни хера. В этом плане. Недостающая голова, кажется, связана с каким-то механизмом. Кто-то сломал его. Но кто-то дурачок. Ладно, пойдемте дальше нахер. Дверь заперта. Мне нужен ключ. Здрасте. Здрасте. Так, я картой все не собираю. По-любому, тут где-то есть карта. Надо было отсюда начинать их собирать. Возможно, я тут собирал уже карту. Вот она. Четверка кубков. Не сидите на месте, пока другие вокруг вас ощущают волшебство и познают тайну жизни. Откройте свой разум бесконечным возможностям. Ну, а тут где, где, кто, куда. Ну, че, где, как. Ладно, в пизду. А тут вижу. Ебать. Вот это баба. Четверка монет. Шоры позволяют сосредоточить внимание на пути, которые вы выбрали. Но они также оставляют вас слепым ко всему остальному. Что за шоры, блядь? Латинские тексты, первый этаж. Хуй знает, че, тексты, первый этаж. Греческие тексты, второй этаж. Это клей. Это кокон моли. А это гаечный ключ. Так, давайте все в табор зелья готовить из кокона моли. Зелья превращения. Кокон моли, тимьян, розмарин, шалфей. Охуенно. Охуенно. Шедеврально, блядь. Я считаю. Зелья из кокона моли. Чтобы взять лестницу, нужно найти способ отцепить ее. Здесь я могу перевести фрагменты текста. Че это за треебонь? Мне нужен словарь. Тек. Карта, блядь. Девятка кубков. Это не желание, которое выполняет наши лучшие замыслы. Скорее, это осознание нашей ценности и использование ее в полной мере. Заперто. Стеклорез. Словарь. Шестерня. Масло. Сначала нужно поместить рамку. Непонятно. Пойдемте дальше. Дальше пойдемте. Бессердечный ангел. Бывает. Я думаю, что здесь скрытая комната. Что за монах в ней прячется? Да тебя ебет. Хочет и прячется. Что-то подсказывает мне, что этот фрагмент текста с секретом. Я сделаю так, как предложил Аббат и пойду в библиотеку. Если есть способ открыть для себя его смыслы, я безусловно найду ответы там. Такие ты читал, не читал, не помню. Так вот, карта. Двойка мечей. Взвести все за и против с терпением, уравновешенностью и тактичностью. Очевидность иногда может быть обманчива. Кажется, за решеткой что-то есть. Так, зеленая троебонь мне намекает, что надо фазировать это все. Ебать. Голова святого Августина. А, ну ты теперь и то зелье проебала. У нас осталось зелье золотые дни, блядь. Оставляю себе. И зелье какое-то превращение во что-то. Найти способ открыть проход в секретную комнату. Перевести текст. Какие красивые здесь витражи. Просто произведение искусства, блядь. Чернила. Краска. Так, головы где-то не хватало. Это я точно помню. Так, здесь ключ нужен, здесь хер пойми чё. Похоже... Да, это какая-то типографская машина. Где-то вот печатают всякое троцкистскую литературу. Суки. Так, а масло отсюда. Шестерня. Так, и там так вот витража она не могла залезть. Там вот лестница у нас. Так, зацепок много. Хорошо. Зацепок много. Так, словарь. Правильно. Рви нахуй всё. Ищите на египетском пергаменте символы, показанные на бумаге справа, чтобы расшифровать текст. Так, есть эта хуйня. Это бета. Это пи. Это волны какие-то, блядь. Это пси. Это гласра. Это кси. Это хуй пойми чё. Это хуй пойми чё. Так, это анг. Так, это змея какая-то, блядь. Так, это непонятная троебонь. Чё у нас у нас лямбда осталась. Осталась лямбда. Вот она. Нужно поговорить с Аббатом и сообщить ему, что я нашла. Может, всё ещё есть способ спасти Агнешку и других девушек. Ритуал жертвоприношения был написан Али Кэдимом, как расшифровано из богохульных текстов древних фараонов. А у вас не богохульные тексты? Перевод. У вас у пидоров нормальные, значит, тексты, да? А у фараонов богохульные. Они пошли бы вон нахуй. Зачем кому-то удалить ему глаз? Конечно, есть способ восстановить его и раскрыть тайну. Восстановить его. В пизжевый. Чё, на клей посадим? Хорошо. Ну, чё ещё? Чернилами рисуй. Краской. А, краски чё-то надо, да? Мне не хватает кисти, я понял. Посмотрим, где мы чё проебали. Церковь. Поищем тут кисть. Кисть, блядь, поищем. Поищем кисть. Тут вот какие-то работы проводились. По-любому есть кисть. Я чё-то кисти не чувствую. Не чувствую я кисти, блядь. Может, потому что её нет. А, ну тут голова нужна была, да. Это шестерня. Эта церковь выглядит мрачной. Ну, правильно, это же церковь. Она должна быть мрачной. Тут ещё что-то есть. Ну, тут только сюда можно. А, я могу открутить. Да. Поменяйте местами золотые и серебряные трубы. Трубы могут двигаться только в одном направлении и могут перепрыгивать через одну на пустое место. Нет, блядь, вот так. Вот так вот. Бумага. Не, вот есть мини-игры, которые сложные и прям пиздец. Есть нормальные мини-игры, есть тупые, вот как это. То есть в ней, в принципе, только тупо тыкать и всё. Мозги вообще там не работают в этой мини-игре. Просто тыкаешь, как дебил. Я сожалею. Книга, которую вы упоминаете, самая мерзкая, блядь, из всех существующих книг, и я не могу дать её вам. Она находится в запретной части библиотеки, и никто не может войти туда без меня. Но Аббат, ёбаный б... Это единственный способ выяснить, что действительно случилось с девушками в доме Баторовой. Может быть, есть ещё способ спасти их всех. Конечно, вы должны разрешить мне доступ. Хер я могу сделать, чтобы вы передумали. Хорошо. Только сначала скопируйте этот древний текст для меня, и я позволю вам пройти в секретную комнату. Вот ключ от типографской коробки на первом этаже библиотеки. Там вы найдёте разные буквы для печати. Блядь, ты доверяешь цыганке? Сложнейший типографский станок сейчас? Ты дурак, блядь. Где твои библиотекари? Где собственные ключ от коробки? Так, а делать-то чё? А нам сюда. Скопировать древний свиток и принести его аббату. Скопировать древний свиток. Так, вот типографская троебонь. Так, ключ отсюда нет. Древний свиток. Нихуя. Сначала нужно поместить рамку. Это ключ отсюда, наверное. Давайте искать. Рамку. Блин. Дев addy. Ну, как блядь. Клубок. Комар. Так, если закрыть, комар становится красным. То есть, комар где-то здесь. Вы чувствуете комара? А я чувствую комара. Так, здесь прищепка. Чего-то не хватает. Ну, а где-то троебонь. У меня такой нет, я посмотрел. Я думаю, под этим мусором что-то есть. Непонятно. И кому понадобились печатные буквы? Да действительно, блядь. Непонятно. Действие только здесь. Только здесь. Здесь ни хера. Здесь тоже ни хера. Кисточка. Ебать. Идемте это дорисовать. Вот сюда. Охуенно ты синей краской нарисовала. А, ну вот это торгибой. Ну, конечно, блядь. Ну, конечно. Так, непонятно. Это раебонь и дракон. Дракон, сука. Так, лось. Резные буквы. Хорошо. Так, так, так. Разместите все буквы так, чтобы в наборном поле отразился древний пергамент. Какая-то руна пези. Это руна силы? Я уже не помню, что там, какая значит. Или вот это руна силы? Да похуй. Так, это хуйня. Тут они отражаются, да? Зеркально. Так, руна эс. Это как эс эс, только эс. Али эс, это руна силы. Так, член. Кривой член. Мы. Мы, мы. Буква мы. Мы. Так, вот такая троебонь. Такая троебонь. Такая троебонь. Так, непонятная троебонь. Такая троебонь. Ры. Так, эс. Это как эс эс, только эс. Ны. Так. Вот такая хуета. Так, член. Вот этот член. И вот этот член. Существо с расстроением потока член. Хорошо. Так. Вот такая троебонь. Снова член. Так, троебонь. Троебонь. Кривая троебонь. Непонятная троебонь. Так, дальше. Эс. Как эс эс. Только эс. Вот это хуета. Так, член. Кривой член. Ебанутая эм. Так, крест. Хуета. Хуета, крест. Хуета, хуета. Рамка. Спидориваем. Хорошо. Теперь нужно добавить немного чернил. Ебать ты прям. Знатно. Только здесь нет бумаги. Здесь есть бумага. Не пизди. Не пизди, женщина. Ух, ебать. Все. Ладно, похуярили пешком. Хотя, нахуй пешком. Давайте так. А где этот? Ты где? Здрасте. Отличная работа. Я думаю, вам действительно нужна эта ебаная книга. Вот, возьмите. Это откроет путь к секретной комнате. Я очень надеюсь, что то, что вы там прочтете, не испортит вашу душу. Будьте осторожны. Так, задача выполнена. Так, это сердце, которое был бессердечный ангел у нас. Хорошо, найти способ открыть проход. Хорошо. Хорошо. Хорошо, блядь. Так, я тут карту находил. Да хуй с ней, ладно. Хер бы с ней. Так, египетская троебонь. Ключ бы мне не помешал, без него шкаф не открыть. Да ты чё? Иди ты, блядь. Какая странная комната в монастыре. Да монастырь вообще странная вещь сама по себе. Я тебе так скажу. Иди ты, блядь. Иди ты, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 уебывать из этого места в следующем видео на сегодня все спасибо за просмотр